Приветствую вас, друзья! Сегодня продолжаем цикл чтений с Преображенским, благословенный труд и такой еще подраздел статьи Марии Николаевны. Итак, образ и подобие Божьей в человеке. Сотворение человека, читаем в Библии, отличалось от творения прочих земных существ. Все твари созданы одним Словом Божьим. Да будет, между тем, как творению человека предшествовал между лицами Пресвятой Троицы Совет, на котором сказано было «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Бытие 1.26. После чего, сотворив человека, читаем далее. «Господь вдумал в лице его дыхание жизни». Бытие 2.7. Это доновение Божие сообщило человеку, обладающему телом и душею, одинаковыми со всеми удушевленными, еще дух, божественное начало, а вместе с ним – образ и подобие Божие, что поставило его выше других земных существ. В чем заключается образ Божий в человеке и в чем подобие? Образ Божий в человеке заключается в его разумности, свободе и бессмертии. Эти особые свойства духа, соединившегося с душой, сделали то, что человек, как разумный, стал обладателем всех неразумных тварей. Как почтенный царственной свободой, он получил возможность добровольно избирать и следовать как доброму, так и дурному. Но на него одновременно легла и ответственность за свой выбор. Наконец, однажды получил жизнь, он бессмертен навсегда. Образ Божий – неотъемлемая принадлежность каждого человека. Поэтому кождение священнослужителей в храмах предстоящих есть кождение образу Божию. Что такое подобие Божие в человеке? Под подобием, разумеется, способность, возможность, потенциал идти к Богу уподоблению, что совершается по свободному произволению каждого через принуждение себя к добру. Таким образом, человек тройствен в своем составе. По телу и по душе, в ее низшей стороне, он сходен с земными удушевленными тварями. По духу же, соединившемуся с душою, он мало чем меньше от ангелов. Как совмещающие в себе земное и небесное, он является венцом творения. Он – малый мир, микрокосмос. Каждая часть нашего существа живет своей и свойственной ей жизнью, имеет свои силы и потребности, свои способы упражнения и их удовлетворения. Тело нуждается в питании, движении и отдыхе. Душа сложна в своей жизни и преснодвижна, не может стоять в бездействии. Душевная деятельность человека течет по уму, сердцу и воле. Ум – мыслительная сторона души, рассуждает, всякую малость обдумывает, составляет понятия, мнения, предположения, ищет знания и, упираясь на опыты наблюдательности, создает науку. А как душа сочеталась с божественным началом духом, то у ума явилась потребность стремиться в невидимую и беспредельную область, высшему знанию и ведению о всем сущем, ум создает философию. Во всем здесь действует рассудок. Сердце – сторона чувств. Оно постоянно и неотступно чувствует все, что касается души и тела, все, что из окружающей жизни доставляет ему приятное и неприятное, покой, беспокойство, горе, радость, страх, надежду, антипатия и симпатии и прочее. В сочетании же с духом в сердце являются стремление и любовь, красоте, изяществу, наслаждению прекрасным. Высокое наслаждение доставляет сердцу произведения искусств, картины, живописи, произведения скульптуры, музыка, пения, поэзии. И не только их внешняя красота, но гораздо более идеальная красота, их внутреннее содержание доставляет наслаждение. В красивости душа, вводимая духом, ищет в прекрасных формах выражение невидимого прекрасного мира, в который ее манит своим воздействием дух. Воля человека призвана управлять всеми силами и стремлениями души, ее потребности жить и действовать. Во главе деятельной жизни души поставлено благоразумие, тот же рассудок, но на службе у воли, который из всех пожеланий отбирает приятные, полезные и нужные, и устраивает временный быт человека так, чтобы ему было хорошо. Но проникнутое действием духа, душа не довольствуется собственным благом земным, в ней рождаются желания дел добрых. Не потому, что они нужны и полезны ей, а потому, что эти дела хороши и справедливы сами по себе. Душа хочет быть добродетельной, и эти пожелания иногда бывают так сильны, что человек ради добра жертвует всеми благами своего собственного быта. Такова жизнь души, таковые потребности души, сочетавшиеся с духом. Центром же душевной жизни является сердце. Оно дает энергию уму и силы воли. Все легко, к чему сердце лежит. Все трудно и плохо делается, к чему сердце не лежит. Дух, исшедший от Бога в движениях своей жизни, проявляется наиболее осязательно. В страхе Божьем, совести и в жажде Бога. Страх Божий проявляется в живом ощущении Бога, перед которым не скрыты не только дела, но и слова, и самые тайные мысли и движения сердца, судей которых он является. Страшно есть, ежев пасти в руце Бога живо. Евреям 10.31 Якутой судья есть, помышлений и мыслей сердечных. Евреям 4.12 Страх Божий наполняет человека благоговением, но страх Божий уживает в человеке, живущем внимательно и наблюдающим за собой, и отбегает от живущего беспечно, небрежно и нерадиво. Совесть. Со-весть, со-ведать. Самое слово говорит о том, что это есть некто, соприсутствующий человеку, и вместе с ним знающий все, что он делает до последних мелочей. Это есть голос Божий в человеке, указывающий ему, что хорошо и что плохо. Указав, совесть требует исполнения указанного, и за исполнение награждают успокоением, за неисполнение наказывают угрозением и лишением покоя, и даже неотступным преследованием. Это законодатель и блюститель закона, неподкупный судья, обмануть ее бытия, которого невозможно. Жажда Бога. Дух, исшедший от Бога, ничем тварным не удовлетворяется. Безграничный в своем стремлении, он ищет общение с Богом, своим первым источником, и только в нем обретает покои небесного круга. Ирмос. Песня 3. Глаз 8. Дух – высшая сторона человеческой жизни, сила, влекущая его от видимого к невидимому, от временного к вечному, от твари к Творцу. Дух – неотъемлемая принадлежность человеческого естества, отличающего нас от всех наземных тварей. Когда Дух в человеке царствует, человек находится в нормальном состоянии. Когда Дух подавляется в нас телом или душою, он как безграничный в стремлениях сообщает безграничность и ненасытность всем естественным потребностям души и тела. Человек приходит в ненормальное состояние. Дух же сообщает человеку как стремление, так и возможность идти к Богу уподоблению. Вот что есть человек, сотворенный по образу и по подобию Божию. В зависимости от того, какая сторона жизни преобладает, человек бывает или плотяным телесным, или телесно-душевным, или душевно-телесным, или душевным, или душевно-духовным, или духовным. Приметим, что душевная и телесная жизнь, пронизанная страстными помыслами, пожеланиями и чувствами, постоянно волнуется, бурлит, метется, доставляя непрерывные страдания сердцу, или мимолетные, скоро исчезающие призраки счастья в дни благоденствия. Боли сердца – неотъемлемая принадлежность этой жизни. Дух же витает за пределами всех треволнений, и туда манит человека, живущего же по духу, уносит туда, где царствует любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, давая вкушать благо, всегда пребывающее, и делает его истинно и прочно счастливым. Епископ Феофан. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Цитировано по главам 5.13. Святеси Господи Божий наш в духе, душе и теле нашим, трехчастную скинию, на вселение свое основате благоволивой, и всеконечник грехом разрушитеся ей в нас непопустивой. Акафист Святой Троицы, Икос 4. Церковь – тело Христово. Приступая к изучению иконописания, техники написания иконы, необходимо уяснить себе, что это искусство не имеет самостоятельной жизни, как всякое другое, портрет, пейзаж и прочее. Она является частью жизни церкви. Что такое церковь? Большей частью церковь представляется нам как храм, как здание особого типа, имеющего религиозное назначение, место для священнодействия, куда собираются верующие, для совместной молитвы, для участия в богослужении и таинствах. Но в слово «церковь» входит и иное высшее духовное понятие церкви. Церкви, как тело Христово, общество верующих во Христа, церкви, о которой Христос Спаситель сказал, «Созижду церковь мою, и врата адова не удаляет ей». Веру его единую святую соборную апостольскую церковь. Так выражен этот догмат о церкви, теле Христовом в символе вера. Божественный основатель церкви, совершив дело искупления человека, благоволил, чтобы его последователи устрояли свое спасение на каждой, не каждой в отдельности от других, со своей только верою, но все в совокупности, составляя из себя едино тело, един дух. Глава этого тела – сам Господь, а верующие – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Эта церковь, это общество, имеет особые надмирные духовные свойства. И чтобы показать отличие созидаемого Христом Господом общества от всяких других религиозных обществ, Он нарек их своим. Созижду церковь мою. Действительно, церковь – это есть Христова церковь, ибо она повинуется Ему, как своей главе, своему Господу и Богу, сохраняет преподанные Ем учения и таинства. «Я от самого Господа принял то, что Иван передал», говорит святой апостол Павел. Эта церковь руководствуется Его духом, стремится к достижению той цели, для которой Он не сходил на землю, то есть к совершению святых на делу служения для созидания тела Христова. Эта церковь Христова – свята. Еще в Ветхом Завете церковь Христова представлялась пророками под образом невесты Христа. «Вся ты прекрасна, и пятна нет на тебе. Она вся святоносна, богоподобна, боголепна, достославна. Свята она по святости самого основания своего, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, как говорит апостол. Свята она по своему назначению, которое состоит в освящении всего человечества, так что, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. Свята по святости сил и средств, данных ей для достижения этой цели, святое учение и таинство. Свята по освящению и святости, какие сообщаются ею, верным ее чадам, членам тела Христова, и по обязанности их вести жизнь чистую, святую. Свята, наконец, потому что в ней пребывает и пребудет по обетованию своему сам Господь, как глава тела церкви, и в ней действует Дух Святой. Все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены этим Духом. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. Каждому дается проявление Духа на пользу, одному дается Духом. Слово мудрости, другому Слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому дрование, особо, как ему угодно. Ибо как тело одно не имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Членов много, а тело одно, говорит апостол. Обетование же, что Христос прибудет в церкви до скончания века, и что врата ада не удаляют ее, свидетельствует, что она совершенна, и совершенство ее неизменно навсегда. Яснейшее учение о святости церкви преподал сам основатель его, Господь наш Иисус Христос, и прежде всего самым явлением своими жизнью в мире, то есть примером, а потом и своим словом. Вся жизнь Иисуса Христа представляет собой высочайший образец для церкви. Этот образец наглядно показывает, как святая церковь может и должна жить и действовать в грешном и прелюбодейном мире. На что же указывает этот образец? Прежде всего он говорит о том, что цель пришествия Христа Господа на землю и средства к достижению этой цели совсем не те, что в мире. Они не имеют в виду никаких земных целей. На это Господь указал Сам в молитве своей к Уцу. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Они не от мира, как и я не от мира. И еще царство мое не от мира сего. Сообразно этому примеру и церковь Христовая не от мира сего. Природа ее иная, чем у земного мира. Сущность церкви духовна, возвышена. Ее жизнь и дыхание есть глава церкви, Христос Господь и небесная церковь. Назначение же ее продолжение дела Христова. А Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Иисус Христос свят в высшей степени, святый дух, но все святые в то же время и всемилостивые. Он, свет, и этот свет светился во тьме, чтобы сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Именно в том, чтобы этих сидящих во тьме погибших просветить и спасти, именно в этом сам основатель христианства поставляет цель своего пришествия в мир. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Свообразно с этой целью Он никого грядущего к Нему не изгонял вон, не гнушался никакими грешниками, не отверг от себя ни блудницу, ни матаря, ни разбойника покаявшихся. Милость его, принимая в общение с собою в церковь свою, Иисус Христос был долготерпелив к согрешающим членам ее, ожидая покаяния, вразумляя и исправляя их, что особенно ясно из обращения Его с апостолами, этими избранными членами своей церкви. Это обращение, имевшее целью привести их к совершенству, было исполнено величайшей крутостью снисхождение долготерпения. Как кротко возбуждал Он их бодрствованию в саду Гевсиманском, как снисходителен Он был к ним, когда они выражали непонимание духа его учения или прекусловили его намерения. Он милосердно подкрепил маловерие Петра и не отверг его падшего. Что еще? Он не отлучил от лика апостольского Татя, злоумышлявшего предать его, но долготерпел, разумляя его даже во время последней вечери, и только кротко упрекнул его в предательском лобзании. Ни глубина, ни многократность падений не препятствовали падшему надеяться на возобновление общения с искупителем. Он искал спасение грешника как пастырь заблудшей овцы или как жена, потерявшая драхму. Христос сам изобразил себя под образом виноградаря, худатайствовавшего перед владельцем виноградника, пощадил еще бесплодную смоковницу, и обятие Отца Небесного представлял всегда отверстами для принятия самого тяжкого грешника. Он не одобрил ревности учеников, желавших низвести с неба угонь на не принявших его. О своем крайнем долготерпении свидетельствовал сам Иисус Христос, говоря, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий и посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица, собирать птенцов своих под крылья, и вы не захотели. И только тогда, когда указывали ему явное прикусловие, упорство, небрежное небрежение, нераскаянность, только тогда он оставлял их, или точнее, не он отвергал их, а они сами отпадали от него, как от краеугольного камня. Достойно внимания то, что при словах сказанных спасителем прорекавшему Петру «отойди от меня сатана». Он не отлучал его, но оставлял близ себя. И не Иисус Христос отлучил Иуду, а сам Иуда отпал, чтобы идти в свое место. Так, бесконечно высок и свят образец данной церкви и ее всесвятым основоположником. Как свет во тьме светился, и тьма не объяла его, а только свет разогнал тьму. Чему Господь Иисус Христос поучал всею своей жизнью, тому же поучал и словом. Сам свет он нарек светом и апостолов, а в лице их и их преемников, предстоятелей церкви. Сам всесвятый он так молился перед страданиями своими и об учениках и о всех верующих по слову их. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, освяти их истину Твоею, слово Твое есть истина, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Этими словами Господь Спаситель изобразил святость церкви и основание ее святости, богооткровенное учение, молитву Его, Его крестное страдание, благодать Святого Духа, которого Он обетовал Церкви Своей, который научит ее всему и пребудет в ней вовек. Итак, Церковь свята за святость самого своего основания, и никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Церковь апостольская ясно отражала в себе черты образа своего Божественного Основателя, святого, безгрешного, но милостивого к согрешающим и кающимся. Церковный историк Евсеви сохранил трогательное сказание о том, как апостолы относились к своей пастве. В частности, он пишет о святом апостоле Иоанне Богослове, как он отыскивал своего погибшего сына, духовного, ставшего в его отсутствие начальником разбойничьей шайки. Когда тот узнал апостола и от стыда обратился в бегство святой апостол Иоанн сам погнался за ним, как мог скорее, забывая свою старость. «Зачем, сын мой, ты бежишь от меня, от твоего отца, человека безоружного и старого?» завал апостол. «Восстановись, веруй, Христос послал меня». Услышав это, начальник разбойникова сперва установился и потупил глаза, потом бросил оружие, затрявся и залился слезами. Старец подошел, а тот, обняв его, с выражением величайшей скорби, начал умолять о прощении и вторично крестился в слезах, только прятал правую руку. Но апостол ручался и клялся, что он и спросил ему прощения у Спасителя. Умолял его, пал перед ним на колени и, облабызав его правую руку, как уже очищенную покаянием, увлек ее снова в церковь, вознося за него частые и питая его мысля различными трогательными наставлениями. Иоанн оставил его только тогда, когда он совершенно возвращен был в церкви и тем подал пример истинного покаяния, великое доказательство возрождения и трофей видимого воскресения. Церковная история Евсевия, книга 3, глава 23. И на такое материнское снисхождение церкви святой кающимся святой Климен смотрит не как на противоречие святой церкви, а напротив, как на обнаружение этой святости в еще большем свете, ибо ее назначение вести к освящению все человечество. По святости же сил и средств данных ей для достижения этой цели сами апостолы наименовали ее телом Христовым, невестую Христовую, храмом и домом Божьим. Поскольку же Церковь Христова сообщает святость своим верным чадам, членам тела Христовы, Христова и вместе с тем обязывает их вести жизнь чистую и святую, сами верующие во Христа названы апостолами, народом святым или сынами света, или светом, или освященными. И каждый верующий храм храмом Божьим и храмом Духа Святого. Ибо за святость таинств, участниками которых являются верующие, от них требуется жизнь по заповедям Христовым в любви и единомыслии. Вот так описывает святой Климент епископ Римский внутреннее состояние всех человек украинской церкви его времени. Всем был дарован глубокий и прекрасный мир и ненасытимое стремление делать добро. На всех было полное излияние Святого Духа. Все мы смиренны, чужды тщеславия, любили более подчиняться, нежели повелевать и давать, нежели принимать. Во всем поступали нелицеприятно, ходили в заповедях Божьих, повинуясь предводителям и воздавая должную часть пресвитерам. Или вот как описывает иудейский философ Филон высокую чистоту и святости жизни египетских христиан, служивших предметом великого удивления похвалы как язычнику, так и неверующих иудеев. Они, то есть христиане, говорит он, оставляют всякую заботу о временных богатствах, не считая ничего на земле своим для себя другим. Некоторые из них уходят из города, водворяются в уединенных местах и садах, избегая сопребывания с людьми, несогласными с ними в жизни, чтобы не иметь препятствия в добродетели. Воздержание и умерщвление плоти они считают основанием, на котором только одном может созидаться добрая жизнь. Ни один из них раньше наступления вечера не укушает и не пьет, а некоторые не приступают к пище до четвертого пищи и богомыслия, проводя время в изучении писаний, забывают о телесной пище до шестого дня. Вина отнюдь никто из них не пьет и все они не едят мясо, присоединяя к хлебу с водою только соль и соп, горькие травы, лук, чеснок и прочее. Среди них живут женщины, воспитавшие себя в добродетельной жизни и приобвыкшие в ней настолько, что остаются девами до старости. Но девству они сохраняют не по принуждению, а по свободному произволению, возбуждаясь ревностью и любовью к мудрости, заставляющей их отказываться от телесных удовольствий и стремиться к приобретению не смертных, а бессмертных порождений, какие может рождать из себя только любящая и стремляющаяся к Богу душа. Они рано встают на славословие Божие и молитву, на пение и слушание Слова Божия, отдельно мужчины и отдельно женщины. Седьмой день в них в великом почитании, приготовляясь к нему и другим праздникам они усугубляют подвиг. Божественную службу совершают у них священники и диаконы, над которыми начальствует епископ. Так, ради добрых дел и святой жизни верующих может возвеличиться и Церковь Христова, ради же недостойной жизни, лишь именующих себя христианами, она может быть поносима и хулима. Но, тем не менее, сама по себе Церковь Христова остается непоколебимо святой. В чем истинная святость членов Церкви Христовой? Церковь Христова святая непорочна. Святости требует она и от своих чад, членов тела Христова. Апостолы же называли верующих народом Божиим, святым или сынами света. Но в нашем стремлении к святости может скрываться много поводов к тому, чтобы возомнить себя праведниками по сравнению с другими. Именно поэтому возникло много ересей и расколов с самых первых веков христианства. В чем же заключается истинная праведность и действительная святость христианина на земле? Прежде всего, необходимо никогда не упускать из виду того, что, как бы невысока была жизнь верных сынов Церкви, не на их праведности основывается святость Церкви. Она не может на ней основываться уже потому, что всякая праведность человеческая шатка, зыбка, неустойчива сама по себе. В этой святости человеческой есть очень большая опасность высокоумия и высокомерия. Не случайно в самом начале христианства для всех последующих веков и сынов Святой Церкви сам Господь дал указание на эту чрезвычайную немощь человеческой природы в лице первоверховного апостола Петра. Ты, Петр, то есть камень, сказал ему Христос, и на сем камня, то есть на его исповедании, я создам Церковь мою и дам тебе ключи Царства Небесного. А в ту достопамятную ночь, когда Спаситель предупреждал учеников, все вас соблазнитесь о мне. Петр противоречил, если все соблазнятся на нея. И чем более Христос опровергал, тем более ученик противоречил. Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою не отрекусь от тебя. Тогда тот, который создал Церковь на исповедании Петра и так угродил ее, что бесчисленные опасности и смерти не удаляют ее, лишил своей помощи, прорекавшего, потому что в нем была сильна страсть, гордость и противоречие. Лишь шил и безмерный страх напал на Петра. Он отрекался и клялся и божился, что не знает всего человека. Так слаб человек, предоставленный самому себе. И святые апостолы, проповедуя о совершенной святости Церкви и призывая к богоподобной жизни верующих, вместе с тем яснее, ясно говорили, что в настоящей жизни нет полного совершенства даже в лучах, даже в лучших членах Церкви. И обличали лицемерие тех, которые возомнили бы себя праведниками. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет в нас. И так, не на высоте и частоте жизни членов Церкви заждется святость Церкви святой. Хотя ради добрых дел чад своих она может возвеличиться и прославляться, как об этом говорят святители Климент Римский и другие писатели Церкви, свидетельствуя о жизни христиан их времени. Само назначение Церкви освящать и вести к совершенству необходимо предполагает несовершенство руководимых ею, ибо полное совершенство и святость уже не имеют нужды в освящении и не требуют здравии врача, но болящей. По Священному Писанию совершенная святость пребывает только на небе, где святы и пресвятый Бог, святость которого воспевают святые Серафимы. На земле же находятся одни грешники, но или освящаемые, или остающиеся без освящения. А освящение и очищение человека совершается только потому, что сам Бог умывает его и освящает, не спасывает Святого Духа Своего, который может прийти и вселиться, и может отступить, а потом снова прийти. При этом приобретаемая человеком чистота не есть и совершенная чистота, но преимущественно стремление к ней освящение себя на служение Богу и уподобление Ему, как своему бесконечному первообразу. Самое усовершение человека происходит не сразу, а постепенно, при крайнем снисхождении Божьем, понемногу, неприметно, наподобие того, как произрастает зерно, потом стебель, и только с течением времени оно вырастает в древу. В настоящем веке душа верующего христианина только ищет Христа, но и не всегда его находит и на пути своего стремления к нему она претерпевает искушения и страдания внутренние и внешние среди окружающих ее врагов спасения, среди собственных болезней и слабостей, проистекающих от прирожденного человека греха. На этом пути могут быть и отступления и падения, даже на высоких ступенях совершенства, даже по получении многих и чрезвычайных даров благодати, чудотворений, возможно, глубокое падение. Это таинственно изображено у пророка Иезекииля, который говорит от лица Божия. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, умыл я тебя водою и нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье и серки к ушам твоим. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем и пронеслась по народам слава твоя, но ты понадеялась на красоту и божественный апостол говорит усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Видишь, говорит преподобный Макарий, какой он имел страх, будучи Божиим апостолом. Посему продолжает святой отец, если увидишь, что кто-нибудь надмивается тем, что он причастник к благодати, то хотя бы и знамения творил он и мертвых воскрешал, но если не признает души своей бесчестную и униженную и себя низким и мерзким по духу, а напротив говорит богат я, довольна с меня и того, что приобрел, больше не нужно, то таковой не христианин, а сосуд прелести и дьявола. Велико милосердие, снисхождение и долготерпение Божие к грешным, так велико, что трости надломленный не переломит и льна курящегося не угасит. Всем и каждому от лица самого Бога внушается покаяние и свидетельствуется возможность исправления, но для привлечения учащающей и освящающей благодати Божьей от человека требуется не своя праведность, а одна только жертва сокрушение духа, смиренное, обращенный взор к агнцу Божию, землячьему грех мира, и не в сознании своей чистоты, а в сознании своей греховности, в живом ощущении потребности искупления и в вере во Христа. Смирение, самоуничижение, сокрушение о грехах, сознание своего бессилия, освободиться от них собственными силами, вот совершенство святых церкви Христовой, вот дух новозаветной церкви. Святый проведен был апостол Яков, когда сказал «много бы согрешаем все». Итак, высока святость церкви, требующая нравственного совершенства своих членов и одни врата, вводящие в церковь Христову, покаяние. Одно только условие освящения и усовершения в ней человека, покаяние. Всякий грех, какого бы он ни был, по существу есть отпадение от человека и освящающего его тело церкви, и возвращение его в лону и ее устраивается только через искреннее покаяние. Посему и священник по принятии исповедикающегося читает молитву «примири и соедини его святей твоей церкви». Для того и поставлены пастыри церкви, чтобы постоянно служить совершению святых через их покаяния и тем созидать тело Христово. А это созидание происходит не вдруг. Долг каждого христианина употреблять все усилия, все средства для создания спасения не только своего, но и других, вразумляя бесчинных, удешая малодушных, поддерживая слабых, долго терпя ко всем, но и непрестанно наблюдая, чтобы самому при этом не отпасть. А чтобы не отпасть, необходимо помнить, что совершенства в этом веке нет. Оно является вожделенным, но не вполне обладаемым сокровищем и члены тела Христова святы, только потому, что они постоянно освящаются Богом через церковь. Есть грех к смерти, это нераскаянность, упорство, непослушание церкви, небрежение о святости ее учения, законоположение и таинство. Однако зараженные такими грехами нисколько не препятствуют церкви оставаться святою, ибо таковые сами отпадают от нее, как гнилые члены, как сухие ветви крепкой плодоносной лозы. Церковь может принимать и строгие меры к тем из своих членов, которые оказываются ужесточенными, упорными, неверующими, злоусловляющими путь Господень. Так делали и апостолы, но в этой строгости церкви действует дух любви, ищущий спасения всех и каждого, а не дух разделения. Дух разумления, как братьев, а не как врагов. В этих мерах хоть нють нет спасения за святость церкви, так как никакое противоборство не может ее поколебать, и ничье недостоинство не может сквернить ее светлую резу. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, знает Господь своих, и кроме видимых суда церковной власти, невидимым действием суда своего, отделяет от своей церкви не своих. Вышли от нас, но не были наши. Еретик самоусужден. Вспомним страшную участь Ария. Таково высокое понятие о церкви как теле Христовом, о церкви ею же Господь непрерывное до последнего вздоха покаяния совершенство святых членов церкви на земле. Это православное учение о церкви лежит в основе и храма, и церкви как здания. Здание храма, церкви и своим наружным видом, и своим внутренним устройством, и всеми своими предметами, и ченоположениями выражает духовную сущность церкви Христовой, святой, чистой, невестой Христовой. Отсюда все предметы и все, чем обладает храм, святую, досточестную, достопоклоняемую, священную, глубоко содержательную, премудрую. Но приходящему на служение церкви Божьей в храме при постоянном нахождении среди священной утвари и обрядов храма, пусть это будет самый последний из обслуживающих храм. Нельзя забывать, что человек очень склонен ко всему привыкать, даже к престолу. И при этом можно все самое священное обратить в сухую внешнюю форму и потерять уважение к святости Дома Божия, являющегося символом, внешним знаком церкви, которое есть тело Христово, столб и утверждение истины. Это случится тогда, когда будет потерян дух церкви православной, дух, о котором говорилось выше, именно сознание и чувство своего величайшего недостоинства, то живое ощущение своей негодности, которое одно только церкви тело Христово. Всякий доблюдеца да не падет, ибо, хотя князь мира сего и усужден, но до определенного времени, як у лев рыкая ходит иски, кого поглотите. Итак, свят храм Божий как здание за святость того, чему он является символом за святость того, что он хранит, например, святые тайны телу и кровь Христовы. Евангелие. Храмоздательство почиталось священным делом всегда, на дело строения храмов не раз были явлены особые знамения благоволения Божия за благотворителей и благоукрусителей храмов. Церковь молится особенно, и тем не менее по попущению Божию здание храма может быть разрушено. Однако это разрушение видимого храма не разрушает Церкви Божией и тело Христова. Она будет стоять, и самые врата ада не удаляют ее. Церковь Христова не есть организация человеческая, хотя она имеет и внешнюю организацию и внешнее управление Церковь и тело Христова есть Христов организм. Всякую организацию человеческую можно расшатать и уничтожить, но невозможно уничтожить организм Христов. Тяжкие времена для Церкви, времена гонений и притеснений лишь способствовали и будут способствовать очищению, обновлению и укреплению ее. Кроме того, всем истинным членам тела Христова раз и навсегда сказано «Касающиеся вас касается зеницы ока его». Продолжение следует. Продолжение следует.